культ просвет снова с вами и у нас в гостях актер журналист тимур абраимов он уже у нас был в прошлое воскресенье вот сейчас он опять с нами на сегодня мы будем говорить об очень конкретных вещах а именно о судьбе выдающегося архитект памятник архитектуры и культурного культурной мекки можно сказать киевлян я бы так сказал пошли меня это именно так это дом актера нет мы можем как всегда безумным безумным видом но тогда позволь все-таки задать себе вопрос и возможно зрителям сколько будет 1 плюс 1 2 против как в школе учили как математике театр засунуть другой сколько театров станет ни одного или один в лучшем в общем то да наша большая беда то что а что не работает петля не работает работает боже боже микрофон возник чудо-чудо нет один я есть да и был бы этого повторять не надо окей благодаря политикой наших руководителей культуры у нас уменьшается количество заведений культуры вот пример это же не единственный пример когда абсолютно справедливо это не единственный пример когда если не ошибаюсь под руководством зориной уничтожаются фактически точки сцены театральные площадки то где могла бы процветать культура и искусство примеру пожалуйста театр марионеток театр марионеток ау где ты где-то там на арендованных площадках а что прекрасно находился себе на улице андреевской улице андреевской угол сагайдачный почти сагайдачного почти куда он делся это был легендарный театр который весь мир объехал всю европу и вот все знали это было поразительно интересно и уничтожена бытность мадам зориной у кормила нашей культуры да возможно это случайно то есть может быть и такое но если ты не способен руководить своей отраслью отраслью либо что-то давать полезное для нее так ну извини есть выход общепринятый цивилизованный уйди в отставку конечно 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 причем если до этого каким-то образом удавалось находить руководителей имеющие непосредственное отношение к искусству чем биржи саша господи актер наш забыл вы стружкин елки-палки да 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 можно было что угодно но они были наши люди это люди теперь у кормила с другой стороны баррикады возможно они просто не понимают что нужно делать возможно это какой-то такой бизнес план у них какой-то если не понимают то пригласите людей которые понимают и услышьте профессионалов потому что это дикость это изничтожение не только очага искусства но и фактически храма потому что это святыня караимов караимов осталось раз два я обчелся в киеве там до ста человек я думаю надо какую-то справку вот по поводу у меня справка вот у меня справок этих вот смотри я специально приготовил заключение когда она была построена почему это памятник архитектуры у нас будет самая веселая передача у нас вот смотри во первых это документ это так давайте мы прочитаем науково-экспертное отделение религиознавства институту философии имени сковороды национальной академии наук украины громадские администрации громады караимы вместо киева что есть что такое караимы к примеру самое смешное что ситуация вокруг дома актера или караимской кенасы что есть одно и то же крутится уже не один год у меня есть обращение депутата лейфенфельда где он предлагает передать кенасу хасидом хасидом для восстановления исторической справедливости но как это может быть никакого отношения антагонистические религии антагонизм и а у нас вот есть такой ход не прошло вроде бы вот буквально для зрителей очень короткая историческая справка почему мы такое внимание придаем дому актера потому что дом актера это действительно с одной стороны это памятник архитектуры выдающийся памятник поскольку был построен он замечательным архитектором Владиславом Городецким которого и не знаю все его памятник стоит у нас на улице Городецкого и он был главным архитектором Варшавы и Тегерана уже после того как в Киеве работал значит это здание было построено если не ошибаюсь в 1898 году нет начало строиться и построено в начале 20 века оно было построено в очень интересном стиле мавританско-арабском который в большей степени представлен в Испании чем здесь а вот здесь он очень так писался там сейчас купола не хватает к сожалению да и самое интересное что тогда в конце 19 начале 20 века караима в Киеве было всего около 200 человек и при этом там Соломон Когин заказал постройку кенасы для этих 200 караимов что было и сделано кенасу закрыли сразу же после того как пришла советская власть деятельность общины караимской также была приостановлена и уже с двадцать шестого года это помещение было ну и в основном использовалось именно вот как в просветительских целях то есть вот с двадцать шестого года скоро уже там без десяти лет сто лет оно всегда было вот прибежищем культуры причем там был кинотеатр повторного фильма «Заря» до дома актера и по-моему сначала Насколько я помню с семьдесят какого-то ну конец семидесяток начало восьмидесятых годов еще до моего поступления в институт это уже было но очень много лет я поступил в семьдесят девятом значит до этого еще было скорее всего но вот я нашел письмо Лайфенфельд депутат громадский актив Киева так это свежее письмо? ну это не свежее это по-моему позапрошлого года, да? Декабря вот, пожалуйста, с мытою видновления историчной справедливости на данного примещения в арендное крестование объединенных осилий ну это же плевок в нравственность по сути ну я думаю не так я думаю что это в большей степени жажда получить хорошую недвижимость в центре города чем что-либо общая с нравственностью, моралью и так далее причем, ладно, но отдайте хасидам, хасидам караимам хотя бы там часть для богослужения потому что все-таки они есть создайте уголок какой-нибудь хотя бы чтобы люди знали кто такие караимы а это великий народ, который дал военачальников воинов совершенно бесстрашных просветителей, ученых им еще, во-первых, они не были признаны не относящиеся к иудаизмам еще в 19 веке им разрешено было служить в царской армии офицерами, кем угодно и в истории русско-японской войны я, к сожалению, забыл фамилию поручика в рукопашном бою фехтуя он убил 26 японских зарубил воинов его в конечном итоге убили похоронили с почестями его сабля на почетном месте в императорском японском музее хранилась и потом, после объявления мира с Россией была передана в дар России а в императорском музее ее копия лежит ну вот, кстати, кенаса есть в Киеве а музея караимов нет хотя бы уголок а музей караимов, если я не ошибаюсь, есть в Крыму? ну, в Евпатории есть действующие кенасы и еще музей караимов есть в Галиче замечательный музей караимов не может быть это точно, а там была очень интересный музей дальше мы возвращаемся к нашим истокам к Дому актера и судьбе этого заведения вот чем удивительна площадка кенасы Дома актера то тем, что это камерная сцена наверное, единственная ну, за исключением музея Козловского я бы сказала, что она не столько камерная как, там есть градация, я знаю, правильная сколько там мест в зрительном зале должно быть чтобы там 199 мест то, что происходит в Доме актера это корректно по отношению к редике я согласна я абсолютно люблю ребят из театра на Подоле и они заложники ситуации потому что вот превращать в полно действующий театральный зал святыню религиозную это безнравственно раз сталкивать театральные коллективы лбами на площадке Дома актера работают много театральных коллективов очередь стоит это уничтожение театральных очагов это тоже безнравственно более того сейчас вот киевляне пытались остановить застройку и приватизацию гостиного двора ведь театр на Подоле работал на сцене которая находилась и была построена в гостином дворе и тоже не без одобрения наших киевских чиновников это собственность государственная собственность она выведена совершенно ну в моем представлении безнравственным причем из охранного списка наши адвокаты их аргументы вообще никто не слышал в судах мы судились то есть когда мы проводим экспертизу а суд отказывается ее приобщать к делу вот и в нашем представлении абсолютно ложные данные были поданы для того чтобы исключить из списка охраняемого гостиной двор что мы имеем лишили одной театральной сцены дальше не построили на Андреевском обещанный театр строится уже 20 лет я думаю последнее последнее что я слышала о том когда он должен был открыться театр на подоле нового здания Андреевской спуске это к дню Киева вот который был прошлого года уже год практически прошел то есть у нас уничтожена театральная сцена гостиного двора у нас не построена театральная сцена на Андреевском спуске у нас уничтожается еще театральная сцена наша общая дома актера более того до этого уничтожен театр марионеток это что это чьи заслуги это мы просим это так культуру и искусство развивают бежать надо со стыда возвращать всю зарплату которую вы получили подам за все эти годы возможно еще там исключить себя из наверное вы вступили в какие-нибудь там списки или как они называют союзы творческие может быть может быть звание себе какое-нибудь получили возможно орден верните это все вы не можете руководить культурой но она по-прежнему то есть я так понимаю что Зорина по-прежнему является начальником управления культурой гигиевской городминистрации то есть ничего не поменялось за последние месяцы абсолютно ничего более того вот дом актера обратился к Александру Бригинцу это все-таки человек несмотря на то что Саша стал депутатом это человек культуры более того он по-моему замглавы комиссии Верховного Совета по культуре и депутат Бригинец написал запыд к исполняющему обязанности как он называется ну не мэра Киева главы администрации Киевской Бондаренко где предложил объявить мораторий вообще на подобные решения связанные с домом актера до избрания нового состава Киевсовета и избрания мэра Киева это совершенно логично а то что сейчас а кстати решение о разрыве аренды с домом актера приняла комиссия по моему то ли по собственности то ли еще по то есть получается что у дома актера с городом с городскими властями был договор аренды на это помещение у меня даже есть эти документы у них на самом деле в собственности и на балансе не было этого помещения конечно конечно договор аренды пытаются разорвать да так вот это принимает решение на заседании постоянной комиссии испытаний властности а культура здесь где ее позиции или чего изволите будет делать здесь по моему никакой позиции то есть оказывается у нас там люди которые владеют домами они понимают лучше нас что такое искусство культура давайте тогда мы будем за них принимать какие-то решения если ни хрена не понимают ну я думаю что тут вопрос идет не о сцене не о культуре а вопрос идет о здании в центре города на Рославном Волоне а что еще им хочется причем красивым классным которым можно использовать что-то совсем другое и использовать в коммерческих целях скорее всего они хотят то есть это на сегодняшний момент поскольку на культуре сильно не разживешься ну это напоминает абсолютно такой рейдерский какой-то захват возможно это будет какой-то концертный зал более для концерта шоу-бизнеса может быть может быть но простите а что делает культура на самом деле чтобы зритель понимал дом актера это действительно уникальная площадка потому что вот таких площадок которые можно арендовать для постановок театральных разным театрам их практически в городе нет за вменяемые деньги за вменяемые деньги даже за невменяемые хочу сказать в общем как театр который не имеет своего помещения вот мы действительно занимались этим вопросом то есть у нас есть театры которые владеют своими площадками тоже не владеют они не собственные но я имею ввиду они у них не в собственности они в пользовании но они закреплены за ними да там вот у франко у них есть там площадка новую сцену у них построили так называемая камерная сцена у них есть большая сцена вот они там играют да они тоже сдают в аренду но аренда там стоит очень больших денег в этих специализированных классных театрах есть концертные залы которые вообще никак не приспособлены для театральных постановок и тоже ломят цену за аренду немыслимо и вот дом актера это было последнее прибежище театров небольших камерных которые могли позволить себе снять арендовать этот зал и хотя бы выйти в ноль для того чтобы показать свои постановки правильно я говорю абсолютно справедливо вот единственный я не знаю как в Украине с этим вот во всей Украине с этим дело обстоит но вот в Киеве так и вот на сегодняшний момент нас лишают этого помещения этой возможности зал я уже говорила 199 мест это вообще уникальный вот мне кажется что это просто классический зал для театральных художеств постановок классического вот характера то есть ну вот у нас там и классический спектакль вот вчера у нас там был спектакль современная комедия абсолютно актуальная по сути про персонажей типа наших современных руководителей ну 50 вот человек на 50 человек зал это вроде как совсем габарный зал да есть большие залы такие как в русской драме в театре Франко огромный зал их собрать не каждый театр может это нужно этим очень серьезно заниматься только этим и заниматься и есть вот такой вот зал уникальный на 199 мест ну реально на спектакль можно собрать плюс-минус такое количество людей желающих посмотреть спектакль конечно Ина вот смотри у меня накопилось по Дому актеров целая кипа документов я могу вообще себе это все торжественно вручить я с удовольствием можно заняться 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 я просто думаю что это будет один каким же образом спельнадея будет у нас да да потому что это тоже интересно по моему свинство большое вот к сожалению это большая проблема нашей страны вот у нас всегда почему-то считается что важно все что угодно кроме культуры и кроме образования почему так считается почему так вот вбили людям в голову не знаю ну наверное потому что проще потом управлять теми кто получается в результате отсутствия культуры образования поэтому мы там конечно что то происходит в области культуры но оно происходит не благодаря оно происходит вопреки это все силами людей которые ищут меценатов за свои деньги заработанные в других отраслях сейчас мы вернемся тогда к разговору который у нас был на прошлой встрече о том что наши законы в налоговой области должны стимулировать благотворительные действия а у нас этого нет мы изучим да я думаю что мы и Зорину найдем пойдем пикетировать помидорами бросаться скоро же уже уже предлагаются конкретные меры для того чтобы каким-то образом избежать передачи это вопрос не в конфликте между театральными площадками или коллективами а то что нас сталкивают и сталкивают это возможно это такая иузуитская политика совершенно то есть уничтожить театральное вообще движение в Украине и в Киеве и поссорить между собой представителя двух театров да Виталика я нежно люблю и уважаю он превосходный режиссер он в свое время поставил ну знаковый театр спектакль это сказка про Монику на который прилетали с других концов союза это в семьдесят восьмом году феноменальный спектакль ну я со своей стороны могу пообещать взяться за это дело изучить этот вопрос и вместе с вами потому что сами мы ничего не можем это только вот актерское братья может нам помочь причем я думаю что обоих театров думаю что можно разговаривать и с тем театром тоже что они я не думаю что они хотят в дом актера вот есть у меня такое вот подозрение что они хотят получить свое здание на Андреевском спуске и там себе играть здесь причем подписи десятков актеров известных людей все категорически против это дикое решение малограмотное мы вас будем держать в курсе событий которые происходят вокруг дома актера спасибо большое что пришло всегда всегда это раз во вторых давай я положу тогда у тебя на столе или оставить здесь я думаю что можно оставить здесь чтобы я точно не забыла есть папочку заберу всем счастливо любви здоровья бай 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 и не забыла